МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще есть легенда о том, что в Судилах жили, конечно, много населения было, и вот взрослые люди, они ходили, конечно, занимались походы, ходили, воины, воевали. И вот они однажды привели в деревню пленных татар. Вот, конечно, они все заставляли, в принципе, как рабов их работать. Но однажды татары сбунтовались и устроили, можно сказать, сельские жители, над ними судилище. От слова суд судилище, может быть, потом все-таки судило и пошло уже потом название. Хотели сделать клуб. Но есть местные жители, которые рассказывают о том, что когда первый вечер, вечеринка была, когда вышли первые девушки на круг, на танец, то говорят, как будто они потанцевали немножко и потом резко упали на пол, их не могли как бы поднять. Они, местные жители, посчитали, что какой-то знак Божий, что нельзя здесь танцевать никакого клуба. В принципе, клуб, как они организовали, отдавалась, но уже местные жители не ходили сюда, никаких танцев не было. Хозяин гуси-то ваших? Ну, чьи-ю, ходи-то. Ну, что, она у меня как семашка, знаешь, их след. Да? Ну, не одеть, а ты что-то пытаюсь. Ну, видишь, какие хорошие. Ну, ладно, пойдем. Иди. Ну, вот это домашнее животное. Так, малыш. Не бойся. Пей. Конь, а конь, работать по-треху, и ладно? Красивый, правда? Угу. Да. А это он тебе что-то говорит? Радует, что пришел оператор его снимать. Ходи, бывали. Ходи, хорошие, хорошие. Ай, хорошие. У него модная челка. А это сегодня-то не обрезаешься. И сейчас петь хочешь? Ну, после принесу. Борька. Тихо, тихо, тихо. Борька, ты же, не зайдешь. Не хочешь пить? Эх, ты, Борька. Ай, ты, Борька. В чем ваша радость жизни? Во, у хозяйства. Вот еще. У хозяйства есть хорошо, а я хозяйства не буду. Я вот это. Тут же, кто-то. Удивите. 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 Удачи. вкуснота как мороженое снимай так и напишем как мороженое деревня судила на сегодняшний день 59 хозяйств проживает 105 человек здесь в основном трудоспособная и так сказать жизнерадостная были люди есть и мы надеемся что будут что будет время покажет но на сегодняшний день деревня может жить только надо работать девочка тяньки тянь 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 ходи сюда поглядь клеть наша заходи чего ты боишься дверь решили открывать мне так это не клеть это музей какие-то музей ну а вот это что такое ну стоят черепки такие все висит ляжите-жалко а я кто дедовская то прадедовская жалко в обиходе все вот такие дела мы пошли курям станем алри тянь 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 он любят алеса николаевич это правда говорят что выше пляптеть даже и бери повыше бабушка дворянка из И звониловичи. Знаешь, котел червоный строили в Минску? Вот это наши дяды. Ну, вот, видишь, вот так вот. Так выживем. Хороший. Александр Николаевич, что это вы делаете? Волну приду. И что так, по старинушке? Ну, конечно, нитки делать. Женка вяжет, а я вот. Делать нет, что две разные. Приду. Скажите, когда придете нитки, поете? Ну, конечно, ты же не высидишь долго. Есть у поля озерушка, а там плавила ядерушка. Александр Николаевич, как вы думаете, старинная может остаться в современном мире? Ну, слухай, милая моя, что тебе скажу? За 500 лет исчезает язык. Ну, и это же наше исчезает, ну, элементы, что-то останется. Еще не исчезнет. Леша, не холодно? Как вы думаете, дети ваши останутся здесь жить? Не знаю. А вы как мама, как бы хотели? Так судьба сложится. Чтоб был мир. Вот это самое главное. Мир, чтоб был. Вот жалуются другие. А, малая пенсия, все не хватает. Все хватает. Ну, кто работал, то и пенсию получает. Я так понимаю. И самое главное, чтоб было спокойствие. Спокойствие, мир. Деревня, пускай она все-таки живет. Пускай молодежь приезжает, надеюсь, что будет все-таки что-нибудь, какая-нибудь реорганизация наша. Все-таки молодежь приедет сюда и будет жить, будет все-таки деревня процветать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин